Мама и дочка, я спросила, они подтвердили мои предположения. Пример того, как в разном возрасте можно выглядеть модно и актуально. Вдогонку к прямому эфиру, который многие посмотрели, о том, почему мы, более старшее поколение, не выглядим так классно, как выглядит молодое, могу снова сказать. Пожалуйста, обращайте внимание не столько на тренды, хотя и в них нужно ориентироваться. Это видео как раз таки будет посвящено модной одежде, тому, как ее красиво можно сочетать. Сколько обращайте внимания на то, чтобы всю жизнь не носить одно и то же. Позвольте себе роскошь меняться, быть разной. Ведь современная мода, она не столько про то, что здесь и сейчас модно только это, сколько про то, что мода действительно стала лояльна. И очень важно, как мы сочетаем вещи. От себя могу добавить, также очень важно все-таки всю жизнь не оставаться в своих любимых вещах, фасонах и цветах. Посмотрите, какое современное сочетание, оно мне очень понравилось. Кстати, подобное сочетание часто предлагает марка Монклер, которая до сих пор из сезона в сезон выпускает, казалось бы, немодные, приталенные, либо очень узкие пуховики. В данном случае пуховик яркого цвета прекрасно смотрится с черной базой, в основе которого так называемая парчевая юбка, либо юбка, имитирующая парчу. Парча может быть, конечно же, натуральная, шелковая, может быть, из полиэстера. Этот образ мне очень понравился, он дополнен в том числе и актуальными в этом сезоне ботинками на шнуровке. Вообще ботинки на шнуровке, обратите на них внимание, они, по всей видимости, способны сделать выглядящим современно практически любой образ. Яркого цвета синий пуховик это витрина магазина-отелье, причем очень дорогого. И вот вторая часть витрины это подобный тоже, на мой взгляд, достаточно неактуального силуэта образ. Но, тем не менее, в Италии подобная одежда предлагается к покупке, она продолжает отшиваться, а все это говорит о том, что эта одежда, по всей видимости, покупается. Посмотрите, пальто яркого цвета, длина на данный момент не самая актуальная. Подобные пальто я бы могла рекомендовать продолжать носить, если они вас украшают. Но, если вы задумываетесь о покупке нового пальто, то это, безусловно, визуализация того, что сейчас будет выглядеть неактуально. И, возможно, деньги на новую вещь подобного фасона тратить не стоит. Возможно, нас ждет большое изменение в том, что касается брюк. Посмотрите, брюки с защипами все чаще я встречаю вот в таком, как будто бы зауженном варианте. За последнее время одежда изменилась. Рукав стал широким и длинным практически на всех изделиях, как первый слой, так и верхняя одежда. Мы знаем, что поменялась длина. Сейчас, действительно, одежда стала длинной. Это тоже касается как первого слоя, так и верхней одежды. И вот, по всей видимости, нас ждет изменение в том, что касается брюк. Могу сказать, что брюки с защипами, заужающиеся книзу, это действительно брюки, которые выглядят по-новому. И они выглядят, на мой взгляд, максимально актуально. Если вам интересно, то перед нами сейчас витрины марки Пинко, которая уже готовит нас к Новому году и предлагает большое количество стразов и пайеток в том числе. И могу сказать, что брючный костюм, украшенный стразами, брюки которого украшены лампасами, это тот вариант, который нам без труда, по крайней мере здесь в Италии, удастся носить в том числе и не в очень праздничных обстоятельствах, практически в повседневной жизни. Уверена, что в ближайшее время мы с вами увидим стилизацию на тему нарядной одежды в повседневной жизни. Для того, чтобы эту одежду продать легче, нам показывают, как потом мы можем ее использовать, после того, как отгремят новогодние вечеринки. Мне очень нравится ткань с сатиновым блеском. Посмотрите, это комплект, который на самом деле выглядит как платье, поэтому мы можем взять подобное платье за базу. Плюс замшевые сапоги, очень красиво. Кстати, сегодня у меня подобные сапоги, но зеленого яркого цвета. От себя могу добавить, что замшевые сапоги смотрятся, наверное, более интересно в образах, чем из гладкой кожи. Удивительное мое наблюдение, потому что в целом и гладкая кожа, благодаря своей фактуре, на сапогах должна тоже хорошо вписываться в любой аутфит. Но по собственным наблюдениям могу сказать, что все-таки замша именно на сапогах как будто бы выигрывает. Эта куртка попала в мой вишлист. Раньше подобные куртки ассоциировались с одеждой дам элегантного возраста. По крайней мере, здесь в Европе они популярны именно у этой категории модниц. В этом сезоне все изменилось. Подобные куртки смотрятся очень актуально. Обратите на них внимание. Возможно, сможете позаимствовать даже уже у старшего поколения, у кого они просто-напросто в гардеробе имеются. Подобный винтажный вариант вообще на вес золота. Эта витринная композиция очень многим напомнит витрины марки Макс Мара. Но к Макс Маре эта одежда и эти витрины не имеют никакого отношения. Это совсем другой магазин. И здесь нет ни одной вещи Макс Мара. Пожалуйста, посмотрите, как можно действительно создавать подобные образы, которые нам предлагает Макс Мара из одежды самых разных марок. Здесь очень интересен, кстати, элемент капюшона под верхнюю одежду. Сейчас это выглядит актуально. От себя могу добавить, что это к тому же очень удобно. Могу порекомендовать обратить внимание на пояс-цепочку. В данном случае этот пояс надет поверх пальто. Мне кажется, интересное решение. Обратите внимание, что подобный пояс может все-таки неудачно располагаться в районе пуговиц. Нужно поиграть с его шириной. А сама идея надевать ремень пояс-цепочку по верх пальто, мне кажется, очень интересной. Вообще, подобные ремни смотрятся очень женственные. К сожалению, они не популярны. Они не популярны прежде всего на стрит-стайле. Их редко можно увидеть в стилизации на каких-то красивых фотографиях. Возьмите на заметку. Горячая новость. Стрит-стайла из Италии. Появились снова открытые щиколотки, открытые лодыжки. По всей видимости, пандемия отступает. Остается в прошлом. В том числе и воспоминания об этом периоде нашей жизни. И в Италии все больше и больше модниц снова ходят с открытыми щиколотками. И, на мой взгляд, это действительно очень красиво. Плюс температура пока еще позволяет. В любом случае, это некая тенденция стрит-стайла, которую я не могла не заметить. Левый образ пуховик плюс пайетки мы с вами видели в немного другом исполнении. В этом же магазине, по всей видимости, одну из вещей. То ли брюки чуть более светлые, то ли пуховик, то ли парку. Я не помню, что конкретно было предложено. Но что-то в этом образе изменилось. И, в любом случае, это снова вариация на тему. Брюки в пайетках плюс очень кэжуал вещи. В данном случае пуховик. Но, повторюсь, это может быть парка. Здесь может быть худи. Здесь может быть свитер базовый, например, черный, либо темно-серого цвета. В качестве первого слоя может быть рубашка. Этот образ мне очень понравился. Он нарядный. В нем задействована нарядная вещь. Так же, как и в образе по соседству. Посмотрите, мне очень понравилась вариация на тему мини-платья. Плюс почти винтажной шубы. Кстати, поверх платья, украшенного пайетками, может быть надета парка. Либо объемный пуховик примерно такой же длины, как и платье. К платью, кстати, предложены ботфорты. Наверняка у многих возникнет вопрос, а какого цвета должны быть колготки. Я своими глазами видела вот такие аутфиты с абсолютно не покрытыми ничем ногами. То есть, даже тонкие черные колготки, либо колготки телесного цвета в аутфите не участвовали. И, признаться, меня это само удивляет. Мне бы так было холодно, но подтверждаю. Своими глазами видела, как итальянки ходят, что называется, с голыми коленками, в том числе и зимой. Красивые современного силуэта пуховики. Но хочу обратить ваше внимание на белые спортивные брюки джоггинг. Я называю подобные брюки на самом деле подштанники. Они как-то вот так выглядят, как мужские кальсоны. Как подштанники, которые надеваются под штаны. Но не могу не заметить, что подобного цвета молочного, даже не белые брюки спортивные, выглядят очень классно именно в зимних, достаточно спортивных аутфитах. Что называется, аутфит для прогулки. Юбка, украшенная пайетками, всегда будет хорошо смотреться с трикотажем. Чем более пышный трикотаж, чем более он как будто бы невесомый, тем лучше и красивее будет образ. Это снова вариация на тему того, как мы можем нарядные вещи, в данном случае юбку, украшенную пайетками, внедрить потом в совершенно повседневные аутфиты. Подобная раскладка по рукаву совершенно не актуальна. Пожалуйста, не делайте так, не носите так, если вы хотите выглядеть модно. Еще пару лет назад я сама подобным увлекалась. Мне казалось это красивым и до сих пор кажется красивым. Но очень часто мы должны понимать, чего мы хотим. Актуальности, либо красоты. Если говорить об актуальности, то рукав длинный, закрывает все предыдущие слои. И, соответственно, никаких манжетов, выглядывающих из-под пальто, любой другой верхней одежды, на сегодняшний момент видно не должно быть, если мы хотим выглядеть актуально. Многие спорят со мной в комментариях и говорят, Яна, у тебя нет образования, а люди, которые украшают витрины, безусловно, этому учились. Да, они учились этому, но прежде всего они учились представлять товар таким образом, чтобы его можно было продать. И я много раз говорила, что очень часто витрины ориентированы на платежеспособную аудиторию. Соответственно, они ориентированы очень часто на тех, кто постарше, у кого до сих пор еще есть деньги. Молодые пока не успели их заработать. А вот те, кто постарше, очень часто одеваются так, как они одевались лет 10 тому назад. Повторюсь, лет 10 тому назад мы подгибали рукава, подворачивали брюки. И подобная раскладка по рукаву смотрелась актуально. Мне очень понравилось сочетание белого, почти молочного и вот такого оттенка зеленого. Удачная витрина, приятное глазу сочетание. Посмотрите, как красиво смотрится подобный зеленый, именно с почти молочным цветом. И насколько этот цвет проигрывает в сочетании с черным. Кстати, то, что я сама очень люблю и что часто мы видим в итальянских витринах, это сочетание цвета обуви с сумкой. По-прежнему очень часто так носят реальные, конкретные модницы, которых можно встретить на итальянских улицах. И очень часто подобные аутфиты замыкаются как раз таки тем способом, когда сумка по цвету совпадает с цветом обуви. Мне стало очень нравиться подобная обувь. Я не знаю, что это полуботинки, либо ботильоны. У них острый нос. Каблук может быть тонким, а может быть вот таким устойчивым. Представлены практически во всех марках. Хочу также сказать, что, наверное, самая распространенная форма сумки это вот такой полумесяц. Эти сумки очень актуальны, широко представлены. Наверное, самая широко представленная модель сумки на данный момент. Еще одно пальто, которое в этом сезоне выглядеть будет не так актуально, как, возможно, другие модели. Опять же, если имеется подобное пальто, носим. Посмотрите, нам показывают, как его можно стилизовать. Прежде всего, с одеждой, с первым слоем, которое будет иметь длинную длину, максимум длину. То есть, платье выглядывает из-под подобного пальто. Юбка выглядывает из-под подобного пальто. Если брюки, то широкие. И тоже, что называется, в пол. Вот тогда подобное пальто можно спасти. И само отфиг будет выглядеть достаточно актуально. Но если вы хотите купить пальто новое, то, пожалуйста, имейте в виду, что пальто на запах с халатным типом застежки, это, наверное, не самый лучший вариант, на который можно в этом сезоне потратить деньги. Перемьер пальто, крой которого очень актуален. Но неактуальность этого пальто снова выдает длина. Возможно, вы задаетесь вопросом, как такие вещи появляются в продаже, ведь они из новой, из текущей коллекции. Отвечу вам, конструирование одежды стоит дорого. И модель нельзя просто удлинить, нельзя просто к тому, что выпускалось в прошлом году, доставить недостающие 10 сантиметров длины. Это будет совсем другая конструктивная модель. Наверное, я правильно выразилась, люди, которые занимаются конструкцией одежды, надеюсь, меня поймут. Но и просто зрители тоже понимают, о чем я говорю. Я разговаривала с людьми, которые выпускают свою одежду здесь, в Италии. И однажды как раз-таки я и сказала, нельзя вот просто удлинить и сделать подлиннее. Мне сказали, что нет, нельзя, нужно снова разрабатывать модель, снова ее конструировать, отшивать, примерять и потом уже запускать в продажу. Задумываюсь о покупке вот таких коротких, невысоких УГИ. Модели сейчас представлены самые разные. Не рекомендую покупать онлайн. Все нужно примерять. Очень и очень непростая модель. Может смотреться очень хорошо, может смотреться чуть хуже. Поэтому, если задумываетесь о покупке, желательно все-таки примерить. Перед нами витрины марки Максмара. И кто-то скажет, масло масляное. Мне, например, очень нравится то, как предлагает Максмара нам наслаивать одежду. Здесь тонкий, облегающий пуховик белого цвета, а поверх то, что в Италии называется кейпом, накидка. Возможно, даже такой широкий жилет черного цвета. Красивый образ. Сверху мы имеем почти А-образную конструкцию. И такая конструкция очень хорошо смотрится все-таки с узким низом. Это могут быть кожаные брюки, как в данном случае. Это могут быть кожаные леггинсы. Максмара задает тренды, но в этом случае это, опять же, про ориентированность на определенного покупателя. Здесь мы видим и пальто неактуальной длины, хотя это текущая коллекция. Здесь мы видим очень много вещей, которые выглядят достаточно стандартно. Мы их уже с вами видели. Кстати, рукав в этом сезоне у пальто тоже поменялся. Он стал длиннее и он стал шире. Интересно то, что из нового все-таки нам Максмара предлагает посмотреть носок плюс высокие Челси. И это действительно смотрится на данный момент актуально и современно. Продолжение следует... Ну что ж, мои прекрасные зрители, желаю всем в завершении этого видео выглядеть актуально, красиво, смело, модно. На самом деле, именно таким образом, как мы здесь и сейчас хотим выглядеть. Очень важно понимать, что нам позволяет так выглядеть, какими приемами мы можем добиться этого в своих компоновках, в своих аутфитах. Ну и, соответственно, также очень важно понимать вообще, чего же мы хотим здесь и сейчас, как мы хотим выглядеть. На этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Увидимся очень скоро. Спасибо.